Хммм, целых шесть новых вкусов выпустила компания Адапт, и мне пришлось прям попотеть, чтобы все это нормально прокурить и дать оценку каждому вкусу. Скажу сразу, без хуевых вкусов тут не обошлось, ну по моему мнению. Короче, я прокурил 5 из 6 вкусов и один вкус, а это кумкват, кумкват, сейчас точно скажу, да, кумквата, кумквата вкус, кумквата. Я оставил на забивочку, я его не курил, а все остальное мы уже покурюкали, поэтому мы сейчас будем все это забивать. У нас есть стандартный наборчик, да вы, это вот такая вот вилочка, шила и кусок фольги. И пока я буду забивать наш новый вкус, мы давайте поговорим о тех вкусах, которые компания выпустила. Она выпустила вкус папайи, да, это вот такая вот баночка, я правда прям вкусман отодрал, когда я все это прокурил и открывал. Кстати, баночки теперь вот так вот на раз просто открываются на ура. Вкус папайи. Сейчас, как я понял, есть какой-то определенный неведомый тренд на вкусы, именно на вкус папайи. Также охота заметить новый дизайн. Дизайн немного улучшился, он стал какой-то более приятный, более такой энергичный и более красивый. Также добавили три полоски из четырех крепости. Говорит ли это о том, что компания Daft выпустит тоже классическую линейку, но с крепостью поменьше, непонятно. Если же она не собирается ее выпускать, нахуя вы вводите людей в это, блять, кальянную безграмотность? Давайте еще напишите, блять, 6 из 10, чтобы прям уже все хорошенечко оттопырились. Так, папайя получилась довольно-таки интересная, крутая, сочная и прям вот вкус папайи. Хотя на самом деле папайя не такая уж прям и сладкая, но в табаке это получилось очень здорово. Папайя топ. Барбарис, ну уж простите меня, пожалуйста, но барбарис мне вообще не закатился абсолютно никуда. Ни под кровать, блять, ни под темный угол, вообще никуда барбарис мне не зашел. Я его и так курил, и так, ну никуда. Наконец-то компания Daft выпускает энергетик. А энергетики вообще, если у тебя есть крутые руки, да, крутой флейворист, грубо говоря, то энергетики у тебя получаются пиздатые. А именно Red Energy получился очень пиздатым, очень крутым. Если ты любишь что-то специфичное, то Red Energy тебе закатит от компании Daft на ура. Почему? Потому что это просто мультимиксовый вкус. Его можно добавлять абсолютно в любую чашку, и тебе это понравится. пир, джем, груша, дюшес. Получился скучноватый, но курить можно. Очень похоже на дарксайдовскую грушу. Я даже сейчас понюхаю, чтобы я прям не ошибился и вам не наврал. Да, очень похож на дарксайдовскую грушу, но, сука, опять химозит. Прям конкретно, прямо цитонит, прям невозможно. Поэтому я думаю, что к своему нелюбимому винограду я стабильно добавляю туда, блядь, грушу и ебаную дыню. Блядь, это самые нахуй токсичные вкусы. Ну и, конечно же, последний вкус это фризи. Вот фризи, он прям таки говорит, супернова соси. Да, супернова пососи. Почему супернова пососи? Потому что давайте не будем пиздеть. Давайте не будем закрывать на это глаза и скажем как есть. Нынешняя супернова от компании дарксайд, ну просто уже хуйня. Я не понимаю, сколько ее нужно положить в чашку, чтобы, блядь, она давала ту максимальную свежесть. Потому что некоторые гости просто, блядь, ебани суперновы, чтобы было прям свеже. Ты, сука, целую чашку закладываешь суперновы, но она нихуя не такая. А гостю же не объяснишь, что, блядь, ну бывает такое, когда у производителя с течением какого-то времени, ну вот, вкусы немного слабеют. А ему похуй. Но Фризи, это та самая супернова, которая была на старте. Помните, да, когда выходил вкус суперновы, ходили разговоры о том, что кто-то забил целую чашку суперновы. Его увезли в больницу. Помните? Вот, Фризи, это примерно то же самое. Конечно, она чуть-чуть ароматичная, то есть ее свежесть, холодок имеет вот какой-то привкус, грубо говоря, как когда ты кондер врубаешь, пахнет фреоном. Вот примерно то же самое, но это никак не влияет абсолютно на курение. И это прям, сука, реально охлаждает. И на лето это, блядь, ебанутый вкус. И что мы получаем? На данный момент у нас три против двух. И мы сейчас забьем кумкват, кумкват, скват, кумскват. И уже проверим, чему же это все конкретно относить. Кто не знает, что такое кумксват, кумскват, кумкват, блядь. Так же, как и я, можете загуглить. Короче, это семейство каких-то красных апельсинов. И если его нюхать, то он прям пахнет фантой. Просто ебануто пахнет фантой. И даже, наверное, в какой-то степени пахнет мериндой. Ну, меринда не настолько популярный напиток, как, допустим, фанта. При этом есть какое-то изменение в сырье. Ой, я даже сейчас, блядь, проверю, кто же там производитель. А, нет. Также производитель погара, но сырье. А мой супер охуевший дорогой свет, блядь, не будет искажать цвет сырья. Я скажу, он прям стал потемнее. Но он стал менее пластилинистый. Но он какой-то стал максимально вымоченный. То есть, дафт таким, как бы мне кажется, раньше не был. Что он прям с него прям, блядь, смотрите, как текет. Как со смокэнджелса, блядь. Короче. Кумксват пахнет круто. Это реально прям фант. То есть, надо было просто назвать вкус фанты. Хотя, авторское право сказала бы, дафт соси, нахуй. Какая фанта, блядь. Но, мне кажется, эти вкусы как-то о них даже и не говорят. Честно. Я даже не слышал, что кто-то их обсуждал, кроме каких-то новостных пабликов. Которые, ну, как бы, по положенности это все выложили, да. Но, чтобы это вызвало какого-то резонанса, какого-то обсуждения, я на самом деле, ребят, не увидел. Честно скажу. Либо все сейчас зациклились только на каких-то коллаборациях, каких-то лимитках, каких-то коллабораций со звездами. И все только это обсуждают. И, по факту, вот эти шесть вкусов, они вышли просто в никуда. Они просто будут на полках, и никто, в принципе, ничего о них не скажет. Почему я так долго выпускал этот обзор? Потому что, блядь, я это прокуривал. Потому что была выставка, были, блядь, еще дела, были какие-то хуетени, муетени, залупени. И только сейчас я добрался до последнего вкуса. Как я вкайфую! Как я кайфую! Все, 5 секунд. Буквально я сделаю вот так. Абракадабра! Все, у нас уже угли есть, и кальян полностью прогрет. Поэтому мы можем взрывать такой вкус, как кумкват. Кумкват. Сейчас. Сейчас это не очень похоже, на самом деле, на фанту. Здесь фанта. Здесь не фанта. Очень похоже на какой-то сицилийский апельсин. По яркости, именно по резкости вкуса и такой маленькой горчинки во вкусе. Как я и говорил, что сырье немного поменялось, и реально как будто дафт стал таким же крепким, как он был раньше. Нет, да, дафт стал крепче, чем был, и стал такой, какой он был раньше. Если это так же будет, и не будет при этом теряться аромкой, и мы не вернемся снова к батареям, будет здорово. Теперь странно. Короче, этот вкус очень многогранный, и у него прям очень много гам. С пачки он пахнет как фанта. На старте курения он пахнет как сицилийский апельсин. Сейчас он отходит в сторону, наверное, блевотного. Я ненавижу мандарины, блядь. А именно в кальянных производстве, именно в кальянном табаке, да, мандарины. Он потихонечку так переходит в мандарин, и это очень странно. То есть, когда он остановится, и как ебаная, сука, колесо в поле чудес. Сейчас он становится каким-то ванильным привкусом, таким-то молочением. Ну, блядь. Очень странно он себя ведет. Я не знаю просто, что сказать по этому вкусу, но он мне и не нравится, он мне и нравится. Ладно, давайте уж подведем итоги. Я как бы со вкусами с вами разобрался. Два вкуса, по моему мнению, оказались крайне неудачные. Это барбарис и это пирджем. Не знаю почему, но так. А холодок пиздатый. Холодок надо будет купить. Я думаю, этой баночки вам хватит надолго. Это, учитывая, что он даже вроде дешевле, чем Дарксайд, вам обойдется. Энергетик тоже пиздатый. Ну и, конечно же, Папайя просто огнище. Просто огонь его. Просто огонище. Ее вот прям в обязаловку нужно купить и оставить у себя для миксологии. И так же, ну и Red Energy. Что касается Кумквата, ну мне кажется, он такой же стрёмный, как и его, сука, название. Его, блядь, хуй распробуешь, его хуй, блядь, произнесешь, если только ты не родился в той стране, блядь, где Кумкват, Кумкват, Кум, блядь, растет. Фу, блядь. Короче, Кумкват явно не мое, и я, наверное, даже в жизни бы его не попробовал. Хотя, кто не знает, как он выглядит, его, блядь, можно встретить в ленте, в магните, в пятерках, блядь, везде. Это такие маленькие, типа мандаринки, блядь, такие продолговатые. Короче, вкусы, блядь, нормальные. Попробуйте. Жалко, что на них никто прям так не обратил внимания, а Кумкват, ну, блядь, пускай Кумкватит дальше, блядь, зулпад, блядь. Много мата, я знаю, да. Меня несет, я становлюсь заново всем недовольным, блядь, мне начинает все опять не нравиться. Все не так, все не то, блядь, производители делают хуйню и прочее. Ладно, с вами был Давадым. Муа!